Один из самых молодых музеев уральской столицы, Минералогический музей Планета, представляющий из себя собрание частных коллекций, пополнил свою экспозицию новым экземпляром, найденным четыре года назад на берегах Волги камнем симбирцитом. Этот образец еще интересен тем, что он очень хорошо художественно обработан, оформлен, и мастер, который это делал, увидел, так сказать, вот эту зональность, все это уже рукотворное, но камень, камень, конечно, великолепный. Подарок Екатеринбургскому музею сделал известный российский политик, глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной Доме Сергей Миронов. Будучи сам по профессии геологом и чуть раньше побывав в Екатеринбурге, городе, где он жил и работал в течение 10 лет, Миронов посетил только что открытый музей и высоко ценил его коллекцию. В тот день в музей также поступил новый экспонат «Конкреция кальциты» из Карачаева, Черкесии. И он еще был в ящике, мы его распаковали, Сергей Михайлович, и он был настолько поражен вот этим образцом, но добавил. А у меня есть и такое аналогичное, но тоже уникальное. И я вам подарю вашему музею. Казалось бы, как этот камень-кальцит мог напомнить Миронову симбирцит из его коллекции? Внешне они совсем не похожи, но с точки зрения химии и то и другое – карбонат кальция. Вот этот камень – еще один их брат-близнец, найденный на юге Казахстана. Форма же и цвет у камней меняется под воздействием множества факторов. Этот минерал носит название симбирцит, но это больше, это название происходит от слова от города Симбирска, который расположен на берегах Волги. Это старое название города Ульяновска. Ульяновска, да, совершенно верно. Хотя научное название этого минерала – арагонит. Это аналог кальцита с химической формулой кальций, СО3. Это карбонат кальция. Он отлагается, как правило, в карстовых пещерах. И, так сказать, вот это вот разнообразие, так сказать, его и его этот рисунок, так сказать, обусловлено тем, что растворы, из которых он образовался, постоянно менялись по химическому составу, дополнялись примесями. И это создало вот такой уникальный, красивый рисунок. Пообещав сделать подарок музею планеты, Сергей Миронов свое слово сдержал и передал принадлежавшему Симбирсит через Андрея Кузнецова, лидера справедливого роста в Свердловской области. Подарок в музей уже ждали и приготовили ему одно из центральных мест в выставочном зале. Наша цель – познакомить людей с прекрасной природой Урала, всего мира, то, что в недрах нашей планеты хранится. Наша планета – это просто кладезь таких вот шедевров. И нам очень приятно от Сергея Михайловича Миронову получить этот подарок. Большое ему спасибо за это. Сам этот экспонат и те пожелания, которые Сергей Михайлович передает, и все мы как бы желаем вот этому начинанию вашему. Уникальный на самом деле музей-то, он такой единственный, наверное, в мире, да? В какой-то степени количеством частных коллекционеров, которых нам удалось убедить и организовать. И это просто здорово, что в Екатеринбурге у нас это все здесь, на Урале. И, конечно, дай Бог, чтобы это развивалось, чтобы это популяризировало и наш край, и природу, как Вы правильно говорите, и саму Россию. Субтитры создавал DimaTorzok